здравствуйте уважаемые любители цифровой живописи уважаемые подписчики прошлый раз мы с вами говорили о значении текстур при создании картин из обычных фотографий но одного видео обзора явно было мало поскольку тема очень интересная и серьезная и сегодня мы вновь поговорим о том какое значение имеют текстуры при создании на этот раз акварельных рисунков напоминаю что все мои видео обзоры освещают большой проект по созданию картин из обычных фотографий проект называется цифровая художественная студия создана на базе обновленного плагина импрессионист в этой студии может попробовать свои силы любой желающий независимо от степени подготовленности как photoshop так и в цифровой живописи поэтому надеюсь что и сегодняшнее видео будет и интересно и полезно как новичкам тем кто только хочет попробовать свои силы в цифровой живописи в этом ее направлении так и профессионалам тем кто уже успешно зарабатывает с помощью цифровой художественной студии и давайте поговорим о текстурах о их значении акварельной живописи в рамках проекта цифровая художественная студия как и в прошлом видео я вам покажу что создал для цифровой художественной студии 20 новых текстур для работы с акварелью здесь есть свои нюансы прошлый раз я вам показывал как работать с масляной живописью создав при этом 20 текстур холстов и вот сегодня я вам покажу значение текстур бумаги при создании акварельной живописи из обычных фотографий я выделил вот они новые текстуры они созданы были буквально на днях давайте скопируем их перенесем в папку с нашей цифровой художественной студии эта информация будет полезна тем кто уже приобрел цифровую художественную студию для того чтобы знать куда разместить эти текстуры текстуры акварельные поэтому логично будет открыть акварельный модуль напоминаю что цифровая художественная студия состоит из семи модулей по жанрам живописи и еще имея дополнительную папку раз дополнительными кистями давайте откроем акварельный модуль найдем папку с текстурами и скопируем их в эту папочку все текстуры скопированы теперь с ними можно работать для того чтобы не затягивать это видео я вам просто покажу как меняется структура рисунка просто при смене нижнего слоя слоя бумаги при этом как видите я буду использовать один и тот же рисунок он создан из обычной фотографии сейчас я не буду углубляться в технологию создания акварельного рисунка этой технологии как и многим другим у меня на канале посвящено много видео обзоров сегодня мы просто посмотрим какое значение имеют та или иная текстура просто если мы ее будем менять на одном и том же рисунке для этого в рамках большого проекта о цифровой художественной студии у меня создана ряд ряд экшенов с дополнительными кнопками и сегодня я воспользуюсь одной из кнопок которая может одним кликом менять текстуру бумаги в любом рисунке давайте запустим экшен вот у нас сразу вышла папка с текстурами я не буду показывать работу всех 20 текстур просто покажу на нескольких из них ну вот это одна из новых просто я ее указываю и она автоматически вставляется на нижний слой краски стали насыщенней и это всего навсего благодаря тому что мы подставили другую текстуру давайте попробуем поставить вместо это еще одну текстуру из новых выберем ну давайте вот эту вновь поменялся рисунок бумаги и само изображение стало более нежным более интересным давайте посмотрим еще одну текстуру ну давайте выберем вот эту мой взгляд все очень интересно при этом для того чтобы наш рисунок был более достоверным более интересным я создал несколько текстур на основе реальных сканов художественной бумаги в которых есть вкрапления каких-то определенных волокон в принципе как и в любой реальной бумаги давайте посмотрим одну из из этих текстур как видите вот они какие-то вкрапления все это смотрится в общем очень реалистично можно попробовать посмотреть еще одну текстуру в новых вновь созданных текстурах и здесь несколько давайте посмотрим еще вот кстати если текстура выражена слишком явно мы всегда можем регулировать сам рисунок при этом текстура становится менее выраженной и мы вновь можем добиться очень интересного результата контролируя полностью процесс создания акварельного рисунка в коллекции из этих текстур давайте еще попробуем одну коллекции из этих текстур также будет после неоднократно еще проверки на работах в различных жанрах добавлено в цифровую художественную студию поэтому всем желающим кто еще не приобрел цифровую художественную студию рекомендую пожалуйста приобретайте вот у нас получился еще один вариант с очень интересной текстурой где есть и мелкая текстура бумаги и какие-то вкрапления в бумагу при этом как видите это только добавляет реалистичности на мой взгляд все очень интересно я не знаю насколько это видео будет полезно тем кто пользуется другими программами поскольку эта технология именно разработана для новой цифровой художественной студии созданной на базе обновленного плагина импрессионист тихо в технологию включены новые экшен и поэтому все кто заинтересовался пожалуйста пишите мне на почту отвечу на все вопросы также записываю индивидуальные видео обзоры по созданию картин из обычных фотографий пожалуйста пишите не стесняйтесь надеюсь что сегодняшнее видео не было слишком затянутым было интересным на этом сегодня я хотел бы закончить до свидания до новых встреч